Смотрите далее. Это лучший пример того, как дизайнер сотрудничает с актрисой. На откровенный наряд сделала ставку и Анджелина Джоли, надев нежное шифоновое платье от Versace цвета чайной розы с глубоким декольте. Донателло. Кто появился в самом красивом платье в этом году на Каннском фестивале? Анджелина Джоли. Вряд ли кому бы удалось выглядеть более гармонично на ее фоне, чем ее же гражданскому супругу Брэду Питу. Благодаря своей роли в последней картине Тарантино Питт уже получил прозвище «главного ублюдка в кинообразах», а за роскошный пастельный костюм от Тома Хорда статус стиляги у фэшн-критиков. На 62-м Каннском кинофестивале сдавать свои позиции самых популярных дизайнеров красных дорожек не собирались итальянские модельеры. В костюме Дольче Ангабана был замечен Роберт Паттисон, звезда фильма «Сумерки». А перед безупречным кроем другого итальянца Джорджо Армани не смогли устоять ни члены жюри Изабель Юпер и Азия Арджента, ни гости фестиваля Хиларис Вонг и Эмили Херш. На страстных итальянцев привыкли делать ставки те, кто желает привлечь к себе повышенное внимание. Вот и известная модель Наташа Поли, не имеющая, правда, никакого отношения к кинематографу, надела платье от Кавали, чем заслужила нашу положительную оценку. На красной дорожке Каннского кинофестиваля любые средства хороши, лишь бы именно вас отметила модная пресса. В ход идет все. Мелани Лоран пыталась выделиться из ряда платьев, надев смокинг цвета слоновой кости от Ив Сен-Лоран. Мне понравилась Мелани Лоран. У нее был простой белый смокинг, и это выглядело очень элегантно. Ее напарница по фильму Даяна Крюгер и оскароносная актриса Пенелопа Круз явились на красную дорожку в последних творениях Марки Маркеза, из коллекции, которую еще только покажут на подиуме в следующем году. Особое место на Каннском фестивале занимает алый цвет. И дело не только в том, что красный – это цвет главной дорожки. Американский дизайнер Билл Глаз говорил, «Сомневаетесь? Наденьте красное». Алый цвет занимает особое место на Каннском фестивале. И даже дело не в том, что он – цвет главной дорожки. Актрисы помнят заповедь культового главного редактора журнала «Волк» Дианы Бриланд о том, что красный цвет надоест не может. Моника Белуччи и Софи Марсо надели платье в пол рубинового цвета. Софи отдала предпочтение и в Сен-Лоран, а Моника надела шелковый наряд от Кристиан Диор. Но самым лучшим платьем этого года мы признаем наряд актрисы Анны Муглалес. Конечно, от Шанель. Не случайно актриса сыграла главную роль в фильме «Коко Шанель» и Игорь Стравинский. Во время съемок актриса много времени проводила в доме самого знаменитого французского дизайнера, чтобы лучше войти в роль. В результате этого наш хит-парад самых запоминающихся платьев получил своего победителя. Изумрудное платье однозначно завоевало самое пристальное внимание со стороны мирового модного сообщества. Редактор субтитров А.Семкин